Полная утилизация и переработка отходов – мечта всех экологов планеты. Чистый воздух, вода, почва – все это возможно, если научиться вторично, цивилизованно и безопасно перерабатывать мусор. Об этом говорили за круглым столом в Новочебоксарске. Здесь собрались представители органов власти, общественных объединений, предприятий, работающих в сфере переработки. Подробности в нашем сюжете. Республика системно работает в этом направлении. Сегодня полигон ТБО в Новочебоксарске и мусоросортировочный комплекс в Чебоксарах отправляют на вторичную переработку только 10% ТКО. А надо бы гораздо больше – до 70%. Для этого надо наладить полный технологический цикл с соблюдением всех стандартов природного законодательства, как это делают в некоторых странах. Ученые и специалисты уже давно говорят об экотехнопарках как важнейшей составляющей мусорной реформы. Именно с их помощью можно повторно использовать ТБО – экономить на землях для свалки, обеспечив тем самым экологическую безопасность. Надо отметить, что до 2024 года доля коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых отходов, составит 36%. Экотехнопарк должен объединить существующие предприятия, создать дополнительные производственно-технологические комплексы для глубокой переработки отходов, отмечает Марина Трофимова. Уже через 10 лет на переработку должно будет направляться до 80% всех отходов. Завод планируют построить в городе спутники. Работать он будет на автономном энергосбережении. В качестве готовой продукции инвестор видит жидкое печное топливо, метан, органические удобрения, синтетическую нефть, тепло и электроэнергию. Это планы на будущее, а пока специалисты готовят комплекс решений, который даст старт реализации проекта. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков, Республика.